В целом, на ваш взгляд, вот то время, которое вы провели с детьми, как вы считаете, действительно их вдохновит для начала заниматься еще более увлеченно шахматами, а в дальнейшем и позволит на что-то претендовать. Все-таки это центр специфического направления, то есть здесь не просто учат, не просто пропагандой занимаются, а именно обучением. Я надеюсь, в этом основная задача моего визита. Кроме того, есть такой момент, что на шахматах высшего уровня есть какие-то тонкости, хитрости, которые очень трудно самому понять из книг, из компьютерных программ. И именно живое общение, оно может в этом плане дать больше всего. Поэтому я надеюсь, что даже те встречи, которые были, они уже дадут эффект именно в этом направлении. На ваш взгляд, вот дети действительно увлечены таким видом сложным, как шахматы, потому что необходима концентрация, необходима усидчивость у детей, которые развиваются, которые подростки, еще совсем все-таки хочется им много двигаться. И удается ли их внимание на протяжении достаточно долгого времени на себе концентрировать? Здесь в программе предусмотрена и спортивная подготовка, потому что на самом деле это правильная постановка вопроса, потому что шахматисту, чтобы долго концентрироваться, нужно иметь большой запас энергии. То есть за партию уходит очень много сил, у меня, я помню, как-то проверял, по 2-3 килограмма за партию теряешь, пока сыграешь. Поэтому физподготовка – это обязательно часть шахматиста, поэтому здесь так и режим организован, что дети занимаются спортом. Что касается самих занятий, ну, у нас оно так построено, что есть возможность детям и самим подумать, есть, где, скажем так, нагрузка меньше, у них есть возможность немножко восстановиться, отдохнуть, и паузу мы делаем. То есть я, конечно, стараюсь так построить занятия, чтобы дети не выпадали, потому что иначе весь смысл теряется. Заметили мы, что вы пытаетесь их вдохновить на нечто большее, обещаете собственные трофеи, насколько активно на это включается, и действительно ли вот этот способ дополнительный предложить детям, ну, скажем таки, вызывающие предложения? Ну, я по ситуации стараюсь действовать. Дело в том, что вот конкретно здесь лекцию, которую вы посетили, это очень сложный уровень, очень сложные были примеры. И я видел, что они даже стараются, но все равно не могут до конца войти, и, конечно, когда что-то не получается, интерес теряется. И вот одна из идей по этому и была, чтобы новый интерес им придать. Вот, но задачи были не потому, что дети слабые, потому что именно задачи высочайшего уровня, то есть с матча на первенство мира, который любому другому, даже очень сильному шахматисту было бы непросто решить. Вот у них есть возможность их попробовать. У нас в последнее время очень много слышится разговоров о том, что дети стали, ну, не то что глупыми, а то, что недостаточно уровень образования для того, чтобы наши дети развивались еще активнее. Да, там ЕГЭ кто-то ругает что-то еще, школа, что стала слабая. Вы не замечаете ли это? Либо у вас есть какие-то свои наблюдения? Это масштабный вопрос. Я думаю, что, наверное, трудно все под одну какую-то рамку подводить. Но я могу сказать, что по своему шахматному обучению мне действительно требовалось в какого-то момента больше внимания уделять именно шахмат, чем образованию. И, наверное, вот это один из, может быть, самых важных моментов. Дать возможность ребенку пораньше почувствовать, что ему нравится, что интересно. И уже в этом направлении, если ему это будет нравиться, он уже сам без дополнительных каких-то условий, я думаю, будет с удовольствием тратить много времени и сил. Потому что шахматисты, даже уже очень юные, например, они с удовольствием и даже в перерывах между занятиями между собой обсуждают какие-то позиции, играют в блиц-партии. То есть им это нравится, и поэтому для них это не является какой-то работой или обязанностью. Они все свое время готовы посвящать этому обучению. Поэтому, может быть, вот этот момент является важным. Но то, что я вижу сейчас, вот здесь я нахожусь в Сириусе, на меня очень большое впечатление происходит. И сам центр, и обстановка, и то, как все это сделано. Мне кажется, что это великолепное место именно для того, чтобы для творческих достижений, для возможности раскрыть себя. То есть все создается. То есть, в большом счете, надо только делать, только идти вперед. На ваш взгляд, теперь же смещаясь четко в область спорта, это ли способ встряхнуть сейчас весь наш профессиональный спорт? То есть обозначить детям уже в их раннем достаточно детстве интерес, направление задать, и таким образом поднять на новый уровень весь наш российский профессиональный спорт. Вот такими вот сессиями. Тренировочный, я думаю, что это хороший достаточно прием, по крайней мере, в шахматах он себя оправдал. Еще, наверное, первым, кто стал такие вещи делать, это Михаил Ботвинник. Его шахматная школа как раз в режиме сессии проходила. Но там это реже было, 4 раза в год. Вот здесь гораздо больше возможности заниматься. И я думаю, что для профессионального спорта это точно дает эффект, потому что чем раньше специализация, тем быстрее, говоря о шахматах, у ребенка есть возможность стать сильным шахматистом. То есть у нас вот есть уже примеры 12-14 лет, уже гроссмейстеры, уже еще дети, но уже очень сильные игроки при этом. Ну и завершающее. Вот такое использование олимпийского наследия, на ваш взгляд, оно действительно максимально функционально сейчас используется? Я думаю, что все, что касается образования, если это делается на очень высоком уровне, и оценить это в каких-то финансовых вещах просто невозможно, потому что что сможет сделать человек, который прошел такое обучение в будущем, мы можем только догадываться. Я думаю, что в целом вложение в образование – это очень правильно. И то, как вот организован «Сириус», и как это все сделано, мне вот очень нравится. Я от себя еще хочу добавить, что эта школа шахматная именно направлением руководит Владимир Крамник. Я знаю, что он здесь именно посещает ее нечасто, но он, скажем так, реально этим занимается. То есть по поводу моего визита, например, я с ним разговаривал, да, то есть какие-то у него мысли, идеи, как это все сделать. То есть он действительно вникает в учебный процесс, то есть кто сюда приезжает, кто тренирует, он это все курирует очень серьезно. И Российская шахматная федерация тоже, насколько я знаю, соответственно подходит к этому проекту. Ну и, конечно, самообразовательный центр «Сириус» – это, на мой взгляд, такая же жемчужина на фоне российских таких образовательных проектов. Ну и не могу не спросить, дети собираются стать все чемпионами мира, обращаются к вам с таким вопросом, как стать вот чемпионом? Скажем так, вопросов прямых таких не было, но у нас были помимо лекций и такие разыгрывания, тренировочные такие партии, приходили обыгрывать. Поэтому амбиции уже есть сейчас, не в будущем стать, а уже сегодня обыграть чемпиона Европы. Есть такое желание.